Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а почему люди, когда начинают развиваться в процессе истории, то сначала они придумывают себе богов в виде различных зверей, как, например, в Египте? Спасибо. Спасибо. Неживое, растительное, животное, зачем человеческая природа? Так развивается все из... И в Торе написано в Библии, что все развивается из праха земного. И это на самом деле развитие. Но человек, значит, который развился из животного мира, естественно, у него были, соответственно, с этим и связи с этим животным миром такие, что он их обожествлял, он их боялся, он имел с ними связь, он жил в этом мире как животное среди животных. И поэтому вот это вот обожествление, это веществление этих сил, оно, естественно, для человека из его исторического развития, физиологического развития, с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения развития сверху вниз, животные желания, они определяют в нас, даются нам для того, чтобы мы из них развили человеческие желания. Ведь мы в нашем мире как животные. И только отличие нас от животных в том, что в нас есть зародыш души, точка в сердце, с помощью которой мы можем стать подобными Творцу. Вот это подобие Творцу, которое мы обретаем, так называемая душа, она и является человек. Адам, это от слова доме, подобен Творцу. А если я не развиваю в себе этого подобия Творцу, то я остаюсь на животном уровне своего развития. То есть все люди в нашем мире, те, которые не развивают себя духовно с помощью высшего света, они остаются, согласно Кабале, на своем животном уровне развития. Ничем от этого не отличается. И мы видим, как по сей день человек занимается астрологиями и магиями, и всевозможными там гаданиями и так далее. И, в общем, недалеко ушел от того представления о мире и о божествах, которые были во всех этих древних цивилизациях. Не надо думать, что египтяне там или вавилоняне или другие там цивилизации, они были глупыми по сравнению с нами. И сегодня мы видим, как современные, разумные, образованные, культурные европейцы валят из России тоже в том числе в Индию, куда-то еще там в эти восточные страны. И там пытаются каким-то образом набраться всяких премудростей. И еще не поклоняются, может быть, этим коровкам, как в Индии, но все остальное оттуда воспринимают. Так что проблема, она остается проблемой, она исчезнет только тогда, когда человек начнет постигать Творца. И тогда увидишь, что все эти атовизмы, которые в нас существуют, они для того, чтобы именно мы поняли, что все эти силы, они находятся на животном уровне нашего эгоизма. И на духовно животном уровне, когда мы проникаем в высший мир, мы называем высшие силы животного уровня развития в нас тоже именами животных. И Зоор поэтому очень часто использует эти все имена, названия. Так же, как неживая природа, горы, реки, небосвод, звезды и так далее. То есть всеми именами нашего мира, названиями мы пользуемся в Кабале, но имеем в виду при этом духовные силы, которые управляют нашим миром. А не самих этих животных, или звезд, зодиаков и так далее. Это все является лишь духовно неживым отображением в нашем мире. Ну, те же звезды, они как-то влияют на наше биологическое тело, на наше состояние здоровья? На физиологию, конечно, в нашем мире все взаимосвязано. Но ты не можешь обратно повлиять на них. Ты находишься под влиянием Солнца, Луны, Земли, Земля изменит немножко свою ось и все. И мы там, но понятно, с одной стороны, понятно. Но дело в том, что не Земля изменит свою ось. И не Солнце там вдруг начнет изменяться. Или звезды, зодиака, там все эти знаки изменяются и поэтому мы меняемся. А высшая сила, которая над ними меняет свое влияние на наш мир, и согласно этому перестраиваются все небесные эти символы. И в них самих силы нет. Они являются лишь знаками, демонстрацией того, что меняется влияние высших сил на нас. Ну, а что плохого, допустим, знать эти знаки? Я прочитал гороскоп на неделю. Они себе ничего не сделают. Нет. И как-то могу, в зависимости от этого... Нет, ты на них повлиять не можешь. Ты на них не можешь повлиять. Единственное, если ты хочешь себя подстроить правильно под них, тогда ты должен подняться выше их, на уровень той силы, которая ими управляет. И это то, что позволяет Каббала быть выше звезд и знаков удачи. Нет, ну мне там пишут, допустим, сегодня ты там, допустим, телец, не выходи сегодня на улицу, там с тобой у вас есть шанс что-то случиться. Ничего подобного. Только наша дремучесть. Да. Это все не правда? Толкает нас на это. Во-первых, это правда. Если бы люди, которые это все пишут, знали бы эту правду, тогда бы они могли действительно в какой-то степени предсказать события. Но каббалисты, хотя они единственные, которые это знают, этим не занимаются. Потому что, во-первых, их путают свыше, не дают им правильно понять или узнать. То есть они видят будущее, но они видят его в своем времени, по своей оси времени. То есть им кажется всегда, что вот оно наступает. Потому что они ощущают это в разнице между нашей ступенью и следующей, на которой они сами уже находятся. Им кажется, что это вот, быстро. Это так же, как взрослому человеку кажется. Ну что такое быть ребенком? За пару лет это проходит, а для ребенка это через 20 лет я только буду взрослым. Вот, это первое. И во-вторых, потому что если мы будем заниматься, каббалисты, объяснением того, что будет завтра, то мы этим, как бы отнимем у людей возможность этим завтра управлять. А нам необходимо дать человеку, рассказать человеку, объяснить ему, дать ему в руки силу, с помощью которой он может свое завтра действительно менять. Для этого предназначена каббала. Поэтому все эти звезды, знаки, ведьмы, гадалки, это все верно. И поэтому написано в Библии, что запрещено выражить и гадать. Потому что это тебя отрывает от правильного отношения к природе. Ты смотришь на эти знаки и начинаешь поклоняться им, вместо того, чтобы подниматься выше их. То есть, если я правильно понял, можно сделать такой вывод, что каббалист, он может менять будущее. Он меняет будущее, абсолютно. Астрологи, они могут как-то образом рассказывать. Да, рассказывать о нем. Яковы о нем, если правильно угадывают. Да. Да. То есть, если я буду заниматься астрологией, я смогу как-то предугадать, что со мной произойдет. Нет, для этого надо знать систему высших сил, или темных, или светлых. Допустим, Аман, это высшая темная сила. Так он был прекрасным астрологом. Об этом написано в Мигелла Тестер. А с другой стороны, другие астрологи, допустим, Хартумим, Хартумей Паро, так называемые, волхвы Паро, фараона. Интересная тема, я думаю, надо подготовиться. Я не знаю, что значит здесь готовиться. Интересно. Надо подниматься выше всех этих знаков. Быть выше их, чтобы ими управлять, а не бояться их и пытаться сквозь них угадать, что мне светит завтра. И я тогда, понижая у себя, остаюсь на этом маленьком уровне, как какой-то дрожащий зайчик под каким-то лопухом. Понимаешь? Мне надо подняться выше их. Управлять ими, управлять своим будущим. В этом заключается моя цель. В общем, предназначение человека. Каждого. Редактор субтитров А.Семкин